Ну а мы двигаемся дальше. Полулёгкий вес. Боец в синем углу. Сергей Семежон Беларусь! Ну что ж, у нас снова полулёгкий вес. Очередной поединок в этой весовой категории. Сергей Семежон представляет Беларусь. Бьётся в родных стенах. Вот он на ваших экранах. Шесть побед и всего лишь четыре поражения у этого бойца. Весовая категория до 65 килограммов 800 граммов. Сейчас будет осмотрен рефери и окажется в октагоне Сергей Семежон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей Семежон, синий угол! АПЛОДИСМЕНТЫ И его соперник в красном углу. Магомед Сулумов, Россия! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И соперник Сергея Семежона, Магомед Сулумов. Три победы и лишь одно поражение у этого бойца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 176 сантиметров рост Сергея Семежона на 2 сантиметра ниже Магомед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красный угол Магомед Сулумов, аплорисменты! Итак, боец в синем углу. Рост 176 сантиметров, возраст 28 лет. Стиль рукопашный бой. Профессиональный рекорд. 10 боев, 6 побед, 4 поражения. Сергей Семежон, Беларусь! Его соперник в красном углу. Рост 174 сантиметра, возраст 20 лет. Стиль боевое самбо. Профессиональный рекорд. 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Магомед Сулумов, Россия! АПЛОДИСМЕНТЫ Бойцы, слушайте внимательно, работаем 3 раунда по 5 минут. Еще раз напоминаю, головой бить нельзя, по затылку, позвоночнику бить нельзя. Локти можно бить и в голову, и в корпус, кроме ударов по вертикальному направлению 26. В партере коленом и ногой работаем только по корпусу. Клетку, перчатки, шорта не хватаем. Слушаем меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Рожьтесь по углам. Итак, первый раунд. Магомед Сулумов, Сергей Семежон. Бойцов легко различать. Магомед перчатки с красным скотчем сейчас поддавливает. В черных шортах. Да. Сергей в синих шортах. И перчатки с синим скотчем соответственно. Такие оба универсалы, судя по любительским бэкграундам. Один рукопашник, второй боевой самбист. Может быть все что угодно. Это говорит о том, что оба умеют работать и стойки, и партери, ударная техника. И борцовская. Да, болевые, удушающие, и все умеют. Пока начинаются стойки жесткие лоу. Навстречу от Сергея Семежона. Он выбрал тактику контровика пока. Ответил ему не менее жестким внутренним вау Магомед. Повыше ростом Семежон. Вопрос, будет ли он пользоваться этим преимуществом. Так скажем, сумеет ли. Сумеет ли. Совершенно верно. Даст ли ему этот шанс Магомед Сулумов. Лоу-кик от Сулумова. Еще один внутренний вау от Магомеда. Не дотягивается сейчас Семежон. Будет ли рвать. Оп, хорошо всунул сейчас справа Сулумов. Но успел немножко наклонить голову Семежон. Джебом пытается достать Сергей. Он пытается найти свою дистанцию. Советую Сергею делать то, что они нарабатывали. А что же они нарабатывали. О, хорошо попадает. Магомед Сулумов. Шанс. Шанс для Сулумова. Воспользуется ли? Вот вопрос. Но залез он в партер. Зачем-то. Не знаю, зачем он залез в партер. Мы видим, что вяжет его Семежон. Мы будем думать, что у Магомеда есть план Б. План Б и тактика на... Работу в партере. Такой момент, да. Ну, шанс-то был очень хороший. То есть... У Магомеда на самом деле не так много боев. Всего 4. Семежон поопытнее. Может быть, просто... Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Хороший правый окот от Магомеда. Ну, пока такой, в общем, хороший аванс у Магомеда. Сулумова. Предлагает... Ловить на треугольник Сергея Семежону, своего оппонента. В тот момент, когда он наносит удары по нему. Поймать, прокинуть руку. Сверху работает Магомед Сулумов. И потихонечку подводит... Подтаскивает к сетке. Подтаскивает, подводит он Семежонок к сетке. Тем самым, лишая Сергея пространства, возможности работать. Здесь, да, можно корпус голов... О, хорошо сейчас попадает. Прекрасно побить по печени и голове. Слева и справа амплитудные. И здесь можно вставлять лодки. Сверху больше начинает наносить ударов, причем попадает, жестко попадает Магомед. И есть время. Ух! Ну, не знаю, мне кажется, надо внимательнее рефери в этом моменте быть. Виктор Корнеев стоит внимательно наблюдать за происходящим. Тяжеленные удары начинают залетать точно в бороду. О, какие жесткие локти выбрасывает сейчас Магомед Сулумов. На самом деле, держи-держи, очень тяжело держать-держать, когда... Там уже столько, столько скушал Сергей Семежонок. Да, когда по тебе залетает сверху такое количество точных ударов тяжеленных. Совершенно верно. Там Сергей-то скушал уже, не знаю, там порции. Тоннаж уже более чем приличный. Залетал что по корпусу, что по голове. Но пока активно защищается, и в рефере нет оснований прекращать происходящее. 10 секунд остается. Я думаю, что Сергей, скорее всего, дотерпит. Додержится оставшееся время. Но, конечно, нужны коррективы в его углу, потому что... Потому что первый раунд он проиграл. Да, раунд забрал Магомед Сулумов однозначно. Тут не может быть двух мнений, что называется. Там трех, четырех, пяти, шести и так далее. В общем, согласитесь с нами, что этот раунд забрал Магомед. Наиболее яркие моменты завершившиеся... Пятиминутки вашему вниманию. Кстати, не такое, что разбитое лицо. Буквально одна ссадина над правым глазом у Сергея. Возможно, особенности кожи, потому что есть бойцы, которые секутся очень быстро. Что называется, от толщины кожи. Можно вспомнить, если брать профессиональный бокс того же Руслана Проводникова, который выигрывал поединки, но при этом был рассечен просто... Вдоль и поперек. Практически, да. Старшно было смотреть. Ну, здесь, возможно, как раз-таки... В хорошем смысле слова Сергей Семежон толстокожий. Ну что ж, нас ждет второй раунд в этом бою. Напомним, Сергей Семежон, представляющий Белоруссию, против Магомеда Сулумова из России. До 65 килограммов 800 граммов. Полулегкий вес. Второй раунд! Бой! Второй раунд! Опять забирает центр октагона сразу же Магомед Сулумов. Ну, что-то мне подсказывает, что бой продолжится в том же виде, в котором вот был первый раунд. То есть Магомед сейчас при любой возможности либо прихватит ногу, либо сам сконтрит пройдет, потому что у него очень хорошо получилось в первом раунде работать, да, в партере. Разбивать, забирать очки. И уже не очень-то летит в атаку Сергей Семежон. Но он ждет момента, когда можно сконтрить, насколько я вижу, насколько я понимаю ситуацию. Ну, зарубиться, наверное, уже сил нет после такой активной защиты в первом раунде. А вот попытаться поймать, где-то провалить, попасть навстречу. Вот сейчас, кстати, попадает. Да, об этом говорю, да. Вот на это еще шансы есть. Продолжает подавливать, но пока без удара Магомед Сулумов. Но Магомеду нужно сокращать дистанцию. Очевидно, что у него чуть-чуть покороче руки. Ему нужно сокращать дистанцию и сокращать с удара. Практически не видим, да, работы по корпусу, кстати говоря. Она бы не помешала ни тому, ни другому бойцу. Пока не рискуют. Не рискуют ни Сергей, ни Магомед. Магомед пытаются выждать момент, когда можно будет перейти к активным действиям. Будет ли проход в ноги от Магомеда? Вот вопрос. Обязательно будет. Вопрос когда? В этом бою или... Шучу, конечно. Ну, очень-очень пережидают оба на самом деле. Ну, непонятно, почему Магомед не идет в атаку. Вот. Потому что может пропустить навстречу. Вот сейчас, кстати, хорошо слева всунул Сергей, но не развил ситуацию. Опять-таки, оба осторожничают. Магомед мог бы попробовать с ударом войти, сделать проход. То есть понятно, что проход в любом случае надо спрятать. Ну, или как-то, я не знаю, подработать корпусом. Да, как Майк Тайсон. Покачать маятник, сократить дистанцию. И сделать проход. И сделать проход. Все как Майк Тайсон. Практически, да. Майк Тайсон просто не занимался ММА. Ну, тогда еще... Он не был так сильно развит. Если бы был сильно развит, Майк Тайсон обязательно прошел бы в ноги. Вы же прекрасно понимаете. У нас там... Красный нейтральный угол ушел. Вот ощущение, что свело ногу, да, я так понимаю, или... Нет, небольшое попадание в пах. Вот как раз-таки повтор этого момента. Я думаю, что не специально, естественно, это чисто такой боевой эпизод. Пожалуйста, наглядное пособие по тому, как быстро перевести в чувство бойца, рефери, он же массажист. Да, не самая завидная ситуация у Сергея Семижона. Проигрывая, еще получить в пах. Сергей подтверждает, что готов продолжать поединок. У нас второй раунд из трех запланированных. У Семижона длиннее руки, и, в принципе, он... Опа! Хорошо, справа через руку попадает Магомед. Вот ему нужно сближаться. Магомеду нужно сближаться, потому что на дальней дистанции, в общем-то, ему... Не очень выгодно, так скажем, действовать, особенно в стойке. Бородя возвращается, помнишь, да? Вот! Вызывай, вызывай, вызывай. Ну и такой момент еще. Оба не работают практически корпусом. Нет, я понимаю, да, что там подключены не только руки, но и ноги, но никто же не запрещал работать корпусом. Вот жесткий лоу-кик от Магомеда. Вы прекрасно слышите угловых и истовые. Истово лагеря. Поджимает Сулымов, но практически не бьет. Смотрите, пошел в кундратаку. Семижон и попытка... Опа! Попытка была прохода от Семижона. Да, еще успел вставить колено. Как бы сейчас не проиграл концовку второго раунда Магомед. Жестко попадает Семижон. Стоит на ногах Магомед. Поздравляйте, бегайте, 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 бегайте. Пять секунд осталось. Пять секунд. Пять секунд. Гол! У нас закончится второй раунд. И нас ждет третий финальный раунд. На самом деле было непонятно, почему не рисковал Магомед. Хотя у него были все шансы. Погласен. После первого раунда, пока там не восстановился особо за эту минуту. Сергей Семижон. Может, что случилось. Может, там элементарно бок заколол. Да, судя по функционалу Сергея, он закончился. То есть там бензин уже практически на исходе. Он сейчас подзаправится водичкой. Но вряд ли это сильно поможет. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас начнется финальный третий раунд. Бойцы практически отдали все силы в этом поединке. И финальная пятиминутка. Яростное противостояние Магомеда Сулумова и Сергея Семижона. Итак, Сергей Семижон, Магомед Сулумов. Напоминаем, прямая трансляция на телеканале Бокс ТВ из Минска. ACB 56, молодые орлы 16. ACB ничего лишнего, только яростные поединки. Практически лозунг, только что слоган, да, предложил. Хорошо сейчас попадает левым боковым Сергей Семижон. Продолжает поддавливать Магомед Сулумов. Но нужно ему сокращать, сокращать дистанцию и подходить с ударом. Неважно, рукой или ногой, но просто быть активным, быть активным. Вроде поддавливает, вроде забрал центр. Но почему-то не бьет, не развивает, а так не проходит. Наконец-то мы увидели правое боковое исполнение Сулумова. Я скажу так, он несколько прямолинейное действует. Нужно быть похитрее чуть-чуть. Ну вот здесь попал, 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 вот. Магомед Сулумов, продолжай активные действия. Да, вы не подумайте, что мы за него болеем. Мы просто хотим, чтобы бойцы показывали то, чего от них ждут. Да, зрелище, активный бой, красивый бой, техничный бой. Огрызается сейчас справа Сергей Семежон. Попадает в плечо Магомед, тут же джебом достает. Вот сейчас хорошо навстречу попадает Магомед Сулумов. Но мало, мало одного удара, нужно работать комбинационно. Я понимаю, что, опа, вот. Хорошо левым боковым попадает. И правый бы боковой подключить к этому левому, было бы просто загляденье. Или там, допустим, с ноги лоу-кик жесткий. Понятно, что силы уже, в общем-то, не те, что, так сказать, были в первом раунде. Да, были в первом раунде, но тем не менее. Почему нет прохода, почему не переводит в партер Магомед, хотя прекрасно все получалось у него в первом раунде. Непонятно. Хорошо сейчас навстречу слева снова попадает Сулумов. Практически не бьет ногами Магомед, не отвечает лоу Сергей Семежон. Попал Сергей Семежон справа. Цепляет его Магомед левым боковым. Ну, может быть, просто Магомед Сулумов не рискует, потому что не хочет пропустить навстречу. Вот, сейчас попадает, подключает колено Сулумов. Две минуты остается до конца третьего раунда и до конца этого боя. Хорошо сейчас попадает справа у Сулумов, но не доработал. Идея была прекрасная, но вот... Окей, пока одиночные удары выбрасывает, то есть... Этого мало, этого мало. Хороший жесткий вулкик от Магомеда. Вот, хорошо! И здесь бы еще накатить. Почему опять отпустил? Непонятно. Стал разобивать. Ну, слишком, слишком осторожничает Магомед. Видимо, вот это не то, что боязнь, а опасение пропустить навстречу. Оно с ним, так сказать, играет определенную роль. И он не взрывок. Ну, здесь же хорошо попал. Почему не добавляет? Хорошая у Шира в печени, но по защите попадает. Не, ну, в принципе, Семежон-то позволяет Сулумову работать как тим. Да, конечно. Сергей-то сам вообще практически не рискует. Продолжает поддавливать Сулумов, но нет серийной работы, нет взрыва. Возможно, это все потому, что у нас заканчивается третий раунд, и достаточно сил потратили бойцы уже в этом поединке. Еще одна попытка у Ширы от Магомеда. Такая тихая волна у нас, да? То есть на тихой волне заканчивается. Накатом таким. Таким, я бы сказал, я не знаю. Легким приливом. Или отливом. В общем, только в самом конце активизировался. Попадает сейчас Семежон, но очень мало времени до конца раунда, чтобы развить успех. И все, мы ожидаем судейского решения. Спасибо. Ну что же, Брайм Холл, поддержите бойцов аплорисментами! В этом упорнейшем бою с минимальным перевесом, единогласным решением судей победу одержал Магомед Сулумов! Ну что ж, мы поздравляем победителя Магомед Сулумов в игру по очкам.